Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в нашем выпуске вы увидите Код строительства нового детского сада проверил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Красивые интерьеры, надеемся, с появлением игрушек они будут еще более, так скажем, красочными. Реконструкция кругового движения на пересечении проспекта Ленинского комсомола и Советской. Значит, мы чуть-чуть вот здесь, вот чуть-чуть срезаем, и здесь у нас получается, здесь сужаем. В Ленинском районе отметили День России. Сегодня праздник! День России! День России! Совсем скоро в микрорайоне Купеленко распахнет свои двери новый детский сад по адресу Центральный квартал, дом 1. Администрация муниципалитета, депутаты и общественность контролируют ход строительства дошкольного учреждения. Побывал на строительной площадке и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Подробности в нашем сюжете. Строящийся в микрорайоне Купеленко детский сад «Колобок» рассчитан на 200 мест. Здесь будет все необходимое, чтобы с комфортом разместить воспитанников 10 групп, начиная от самых маленьких и заканчивая подготовишками. Большая часть работ уже выполнена. Проверить их качество приехал депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем он лично прошелся по всем помещениям. Мы трещины приглядываемся и к каждому мазку тоже смотрим, чтобы у нас и эксплуатация последних работ. Площадь застройки около 6 тысяч квадратных метров. Площадь детского сада 2,5 тысячи. Само строение не совсем типичное. Одноэтажный корпус с панорамными окнами, в котором будут располагаться самые младшие группы, пристроен к жилому дому, в котором разместились все остальные помещения. Вячеслав Фетисов заметил, что лично у него были некоторые опасения из-за не совсем стандартного формата здания. Но, по его мнению, застройщик задачи справился. Большие светлые помещения. Территория большая для того, чтобы все детишки могли одновременно гулять. Да, современное оборудование везде, красивые интерьеры. Надеемся, с появлением игрушек они будут еще более, так скажем, красочными. В ходе проверки были выявлены некоторые недочеты. Замечания касались качества отделки помещений, колористических решений и, самое главное, отсутствие естественной вентиляции в пристроенном одноэтажном корпусе. Кондиционер не предусмотрен в таких учреждениях. А вот вентиляция, естественно, она, в общем, почему-то была забыта. Они все поняли. Руководитель детского садика, они все эти замечания будут контролировать. Потому что это все-таки ежедневная работа. Да, мы, в общем, потом посмотрим, как они свои обещания держат. Представители генерального подрядчика заверили комиссию, что до конца месяца устранят все замечания. Данное замечание уже в работе. Будет выполнено проветривание в виде замены стеклопакетов и монтажа туда форточек. Формок, так называемых, с механизмом открывания на уровне полтора метра. На данный момент набор в группы нового детского сада уже ведется. Застройщик планирует в июле передать его управлению образование с тем, чтобы 1 сентября он распахнул свои двери для первых воспитанников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Вопрос реконструкции кругового движения на пересечении проспекта Ленинского комсомола и улицы Советская назрел давно. Пробки, которые мешают нормальному движению автотранспорта, не только в часы пик, но и в течение всего дня, постоянно вызывают недовольство видновчан. И вот, наконец, намечены конкретные шаги решения этой большой для города проблемы. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. Из сквера 50-летия города Видное, куда на встречу с депутатами пришли голова городского поселения Моисей Шамаилов и начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского района Анна Карпова, хорошо виден весь проблемный участок, который практически в любое время суток заполнен автотранспортом. Но в нынешнем году вопрос обещают решить. План реконструкции кругового движения существует уже не на словах, а на бумаге. Значит, мы чуть-чуть вот здесь вот, чуть-чуть срезаем. И здесь у нас получается решение, здесь сужаем. Сегодня многие города проводят подобные реконструкции, позволяющие одновременно увеличить пропускную способность автомобилей и сохранить пешеходные территории. Мы получаем полноценные две полосы прямо в сторону Москва-Дон и на Жуковский проезд левый поворот. Также увеличится ширина поворота на улицу Березовую, а за счет уменьшения диаметра круга пропускная способность вырастет и в сторону больницы, и на улицу Советскую. Работы начнутся уже через месяц. Работы будут проводиться поэтапно, подвижение полностью парализовано не будет. То есть какими-то частями, для того, чтобы перекресток продолжал функционировать, дабы доставлять, максимально ускорить все ремонтные работы, мы рассмотрим возможность проведения работы, в том числе в ночное время. Местные водители с большим нетерпением ожидают реконструкции, тратя значительное время в пробках. Очень надеюсь, потому что пробки с утра просто дикие и невероятно. Проехать и с утра, и вечером невозможно. Все-таки город расширился очень сильно. Конечно, не хватает возможности нам проехать. Готовы даже потерпеть временные неудобства? Да. Я не местный, но я часто здесь бываю. Конечно, круг ужасный. Не меньше, чем здесь, изменения ситуации ждут и в новых микрорайонах, жителям которых, чтобы добраться до Москвы, необходимо проехать через весь город. Полным ходом ведутся работы по выезду из 6-го микрорайона, а значит, большая проблема решается. Работы по выезду из 6-го микрорайона уже начались в мае, закончатся к концу октября, ноября, вот где-то ориентировочно. И расширение дороги из 6-го микрорайона в сторону деревни Калинпки тоже живет в сроке. Еще два проблемных участка – поворот с улицы Советской на улицу Школьную и круговое движение на улице Школьной у центра «Мои документы» ждут решения. Готовится проект, который также предусматривает расширение поворотных частей дороги за счет газона. Дорога на улице Школьной будет расширена до 4-х полос, что значительно изменит ситуацию. На прием к главе района Валерию Венцелю пришли две жительницы дома номер 35 по проспекту Ленинского комсомола в городе Видное. Женщины от имени всех жильцов пожаловались на проблемы, которые создает магазин, пристроенный к дому. Подробнее об этой истории и решении этой ситуации расскажет Максим Козлов. Эта пристройка хорошо известна жителям проспекта Ленинского комсомола. Банки и магазины в пешей доступности прекрасны, но есть и проблемы. Любовь Васильевна и Людмила Антоновна живут в доме номер 35. Эти женщины из тех, кого называют неравнодушными гражданами. Именно они пришли на прием к Валерию Венцелю, чтобы рассказать о проблемах жильцов. Главный из них – шум. У меня угловая комната, и я слышу даже, как они вот эту свою дверь закрывают. Шумно. Когда уедут, они начинают этими тележками греметь. Ниже их много там. Обращение жильцов к администрации магазина результатов не принесло. Проблему с шумом пришлось решать на более высоком уровне. По поручению главы Ленинского района Валерия Николаевича Венцеля сегодня состоялось комиссионное обследование объекта потребительского рынка в городе Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 35. Состоялась встреча с управляющим магазином «Магнит». Проведена разъяснительная беседа о том, что водители все должны быть предупреждены. Никакой музыки в дневное, а также в вечернее время. Вопрос на контроле отдела потребительского рынка администрации. Люди всегда, если вдруг будет какое-то нарушение, смогут обратиться к нам по телефону. Еще одна проблема, с которой жительницы обратились к главе – мусор на прилегающей к пристройке территории. Дом существует 44 года. У нас была чистота и порядок. Пока они открыли – магнит. Даже наши дворники не успевают убирать за ними грязь. Сегодня один день только у нас, пока мы ничего не видим. Мы обещали завтра, послезавтра. Посмотрим эти два дня. Теперь ситуация с мусором также взята на контроль. С собственником всей территории проведена беседа, взаимопонимание достигнуто, что территория должна содержаться в чистоте, обслуживаться. Но это требование законодательства, закон о благоустройстве Московской области и соответствующего постановления администрации Ленинского района, которое определяет все правила и нормы по содержанию территорий прилегающих. В случае неисполнения своих обязанностей, собственнику будет грозить немалый штраф. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ В Развилковской библиотеке целую неделю посвятили творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Ежедневно дети и взрослые участвовали в интересных викторинах, читали известные всем стихотворения и сказки поэта. Наша съемочная группа побывала в хранилище книг на программе «Читаем Пушкина вместе» с первым отрядом школьного лагеря «Факел». Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, сказки и стихотворения которого знают и любят, как взрослые, так и дети. В Развилковской библиотеке в честь его дня рождения состоялась акция «Читаем Пушкина вместе». А приняли в ней участие ребята из первого отряда школьного лагеря «Факел». В лагере ребята отдыхают, много играют и любят приходить в библиотеку. Мы тоже стараемся здесь не нагружать их занятиями, уроками. Мы стараемся в игровой форме рассказать им о Пушкине. Ребятам подробно рассказали о биографии Пушкина и познакомили с его самыми известными произведениями. А после у мальчишек и девчонок с помощью викторины проверили полученные знания. Отчего поп прыгнул до потолка? Пушкин – один из тех поэтов, чьи произведения каждый узнает, еще будучи совсем маленьким. Конечно, и развилковские ребята давно знакомы с творчеством Александра Сергеевича. Поэтому на большинство вопросов дали правильные ответы и даже хором процитировали всеми известные строки. Да всю правду доложи, кто на свете все белее, все румяне и белее. А Тимофей Болгов подготовил небольшой отрывок из поэмы Руслана Редмила. Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, усалка на ветвях сидит. Когда он писал сказки и стихи, он это делал для детей, чтобы они развивались. И когда ребенок прослушал эту сказку, он раз – узнал пословицу, два – посмотрел сказку или мультфильм, вот, и три – он теперь понял, как нужно себя вести. В завершение мероприятия с первым отрядом поиграли веселые игры. Море волнуется, три – морская фигура замки. Вдоволь наигравшись, наполнившись новыми знаниями и, конечно, сделав совместное фото, ребята, веселые и счастливые, отправились в лагерь. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 12 июня в нашей стране отметили государственный праздник – День России. О том, какие мероприятия проходили в городе Видное, узнаете из нашего сюжета. Традиционно День России в Ленинском районе начинается со спортивных мероприятий. Легкоатлетический забег проводился в этот день уже в десятый раз. С годами меняется его маршрут, но количество желающих пробежать по улицам города с каждым разом только увеличивается. Смотрите, сколько детей. Детей очень много. Каждый год их больше и больше. И они вот бегут, и не сдаются, и не останавливаются. Это важно. Так что вот у нас этот праздник действительно такой всенародный. Организаторы предполагали, что в забеге примут участие 300 человек, но народу пришло больше. Это воспитанники спортивных секций района, их тренеры и жители Видного неравнодушные к спорту. Я бегала сама по себе, по городу, в любительских целях. А сейчас решила со всеми, за компанию. Каждый год проходит забег, мы участвуем. Здорово, классно, всей семьей собираемся, отдыхаем. Это помогает в жизни и во всем другом. Защищаем честь России, участвуем на соревнованиях и стараемся так, чтобы на международных соревнованиях поднимался флаг России. Сегодня праздник! День России! День России! Внимание! Марш! Участники забега стартовали от здания ЗАГСа, а финишировали на стадионе «Металлург», где все было готово к открытию праздничных турниров среди любительских команд – волейбольного и мини-футбольного. Этот праздник объединяет большое количество неравнодушных людей, которые любят свою страну, которые любят свою малую родину. У нас понятно, что объединяющим фактором всегда был спорт. И мы вот как раз-таки в каждом поселении нашего муниципалитета уже традиционно проводим различного рода турниры по футболу, по волейболу. Я считаю, это хорошая такая традиция. В волейбольном состязании выявляли лучшую из восьми команд, а в футбольном соревновании приняли участие десять – как из Ленинского района, так и из Москвы. Мы уже участвуем второй раз в этом мероприятии. Очень рады, что нас приглашают, потому что действительно сегодняшний день – он праздничный, День России. Прямо счастья мы решили просто поддержать турнир День России все-таки. Тренерки у нас происходят раз в неделю. Все собираемся также сборными и тренируемся. Колледж Московия первый матч проводил с командой администрации Ленинского района. Несмотря на то, что ребята старались, они уступили более опытным соперникам. Ближе к вечеру праздничные мероприятия продолжились около кинотеатра «Искра», где состоялся концерт с участием творческих коллективов Ленинского района. Открыл концерт оркестр русских народных инструментов под управлением Владимира Глейхмана. Музыканты исполнили всеми любимые песни о России. Я каждый год хожу сюда, так что мне очень нравится. Мы поздравляем наш город, вообще Россию с таким праздником, желаем процветания и всегда радовать жителей города видное. Россией зовется наша держава. По площади первая в мире страна. В трудах и в сражениях росла ее слава. И это примерно на все времена. Здесь же проходил турнир по шашкам и шахматам. В течение дня за звание лучшего игрока поспорили более 80 человек. Ну а народные гуляния в центре города продолжались до самого вечера. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В пятницу будет 22 градуса днем и плюс 17 ночью. В течение дня пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений 2 метра в секунду. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин